Велевала. Курит во время концерта, курит после концерта, курит до концерта, но не вместо концерта. И интересно же, как же такая вредная привычка сказывается на его вокале? А давайте сегодня разберем. Погнали! Доброго времени суток, мои маленькие любители экстремального вокала. С вами я, Фауст. И на наш сегодняшний хирургический стол сами летучие мыши, немножко, конечно, влюбленные друг в друга, принесли Виле Матио Валла из группы Хим. Этот выпуск будет интересен, равно как и тем, кто знает, кто такой Виле Валла, тем, кому за 30 плюс-минус, и тем, кто не знает Виле Валла. Все просто, так что давайте смотреть. Погнали! Собственно, начну я вообще издалека. Начну я со своего знакомства с Виле Валла. Когда я был маленьким Фаустом, с маленькой бородой и с маленькой щетиной, был такой канал MTV. Может быть, он и сейчас есть. Если он есть, пожалуйста, напишите в комментариях. Я просто телевизор не смотрю и живу в пещере. Помогите! Так вот, был канал MTV, который на удивление крутил иногда рок и метальные клипы. И когда я был маленький, я увидел FunReel Over Hearts. Я не знаю, как описать тогдашние свои чувства, но это было что-то с чем-то, на самом деле. Мне стало нереально интересно. Я полюбил мелодичный рок в тот момент. Что самое интересное. Канал MTV позиционировал группу Хим на тот момент как группу, играющую что-то, нечто готическое. Поэтому многие начинающие готы собирались где-нибудь на кладбище или в роще послушать Хим и принести что-нибудь или кого-нибудь в жертву. Как известно, сами же Хим и вообще многие музыкальные специалисты, они как бы Хим готикой не считали. Сами же Хим себя позиционировали как лав металл. Ха-ха! Но со временем те люди, которые считали Хим готикой, стали называться херками. В свое время у Эмма были пидовки, у Готов были херки. Все очень просто. От слова «хё» – «её». Я англичанин, блядь. Что касаемо непосредственно самой биографии группы. Начали они в 1991 году, но первый альбом вышел в 1997, который гордо носил название «Love Songs Wall 666». Если вы не знаете, это означает «Песня о любви», том 666. Самое интересное в альбоме было, что он весил 666 мегабайт. После этого альбома, в принципе, у группы все закрутилось, завертелось, привертелось в США, где их мало того, что приняли, так еще и предложили сменить название на «Хё» – «Херки». И более того, есть лимитированные записи под этим названием. Не Хим, а именно «Хё». Потом вышел альбом «Deep Shadows and Brilliant Highlight» в 2001 году. Но он, к сожалению, мало кому зашел. Тем не менее, поклонники у альбома есть. Потом, как раз таки в 2003 году, по совпадению, я тогда был маленький, я напоминаю. В этом году как раз таки появилась некая MTV-шная слава. Вышли такие боевики, как «Fanreal of the Hearts», «Sacrament» и много других боевиков. И был альбом, который назывался, кстати, «Love Metal», который как раз таки и дал название жанру группы. Ну, точнее, группа так себя называла. Я не знаю, есть такой жанр или нет. Далее выходили более утяжеленные альбомы. «Dark Light», «Windows Doom». И в 2017 году группа распалась, магия закончилась. Сам Велевал про это сказал следующее. «После четверти века причудливого переплетения любви и металла, мы искренне чувствуем, что Хим сбились со своего сверхъестественного пути. И надо сказать прощай, чтобы освободить дорогу для новых неисследованных видов, ароматов и звуков. Мы разрешили загадку, сложили пазл и повернули ключ. Спасибо. Бля. Вот произошло небольшое вступление в плане биографии группы и моего личного знакомства с ней. Но мы здесь собрались не для этого. Мы здесь собрались для того, чтобы разобрать вокал. Поехали. Период первый. Да, ладно, я не обманываю вас, я наребую вас. Периодов никаких не будет, потому что господин Валу всю свою карьеру держал одну и ту же планку. Ничего не отбавлялось, ничего не прибавлялось. Но, тем не менее, это стоит разобрать. Я вам сейчас скажу, почему. А все потому, что Вилли имел проблемы, которые, ну, чисто практически, в большинстве своем, в огромном большинстве своем, во всей галактике могут помешать любому вокалисту, опять же, во всей галактике, петь. А именно, он зависим от сигарет, буквально зависим, он даже на концертах курил. И вторая его особенность, он астматик. Но астма у него необычная на самом деле, а это аллергическая реакция на собак. Связано это с тем, что у маленького Вилли в свое время был любимый пес. И даже есть такая версия, что эта собака научила Вилли ходить. И когда вот этот вот пес умер, Вилли так расстроился, что у него, собственно говоря, и началась аллергия на собак. Вплоть дошло до того, что когда родители Вилли Валу купили собаку, у него началась аллергия, у него началась астма, он чуть не задохнулся, его отправили в больницу. Родители решили не избавляться от собаки, а просто-напросто купили Вилли квартиру. Вот она, жизнь подростка астматика в Финляндии. Имея такие особенности, и буквально это особенности, Вилли умудрялся петь. Давайте разберем его вокал чуть-чуть поподробнее. Обратите внимание на особенно флегматичное выражение лица. Как будто бы Вилли вообще насрать, че он там поет. Придыхательная атака, присутствует твердая неба, часть фраз исполняется в фрае для придачи некой сексуальности, чтобы сидеть было мокренько. Также обращаю внимание на особый упор во владении дыханием. Большая часть атак используется с инхейла. То есть не на инхейле, а с инхейла. Также мы слышим некую такую курительную сипотцу. Ну и отсутствие из-за этого жесткого смыкания. Господин Вала также не кичится использованием вибрато и умением переключаться с нижней среднего регистра в фальце. Что иногда проявляется вот в таких вот фиговинах. Также Вилли не кичится использовать ядлы. При этом все небо немного приподнято для придачи уверенности звука. Не менее интересный факт, что Вилли является басистом и ударником. И он интересно умеет вот так вот делать, что он берет просто классный и ими отчеканивает ритм. Не, это классно. Это очень классно и почетно. Чувство ритма вообще в музыке это важная вещь. Собственно говоря, вот и весь разбор его вокала. Чем, собственно, Вилли занят сейчас? Ну, во-первых, он занят полезным делом. То есть не сидит в социальных сетях вообще. То есть до него не допишешься, не дозвонишься. Но давайте заценим один небольшой фрагмент одного из выступлений. Дани Хим, Дани Хим. Итак, какой вывод мы можем сделать? Вилли вообще это сам по себе персонаж одной древней-древней притчи. Притча звучит примерно так. Был музыкант и был музыкант постарше. Оба играли в переходе. Тот, что помладше, он играл Джентуху. Тот, что постарше, играл классику. Именно три те же самые ноты. Скорее всего, это Егор Летов был, не знаю. Тот, что постарше, зарабатывал в переходе больше денег, чем тот, что помладше. Младший подходит и говорит старшему. Слушай, а в чем прикол? Я вот всю жизнь Джентуху учил. Я вот играю там соляки, Драгонфорс один в один. И более того, попадаю в ритм любого манткора. А почему ты вот зарабатываешь больше денег? А тот, что постарше, говорит, во-первых, это потому, что у меня большой член. А во-вторых, ты играешь столько много нот. И ни одна не твоя, а играю три и свои. Вилли Валай как раз таки и был этим старшим музыкантом. Или это был Альберт Эйнштейн, не знаю. Но по маршрутке точно плакал. Что стоит сказать в целом про Вилли? Да и, собственно, можно добавить то, что он является некого рода памятником тем годам. Вот с 2000-го по 2008-й, 2010-й, где-то вот так вот. Когда группа была актуальна, когда такая музыка, в принципе, нравилась. И не думайте, это не готика, это лав метал. Собственно, и по сей день можно, в принципе, свободно послушать творчество группы Хим. И получить такого балдишка, кайфка небольшого. Вот. А на этом все. С вами был Фауст. Мы разбирали с вами вокал Вилли Валла из группы Хим. И хочется пожелать вам любви. Любите друг друга под песней группы Хим. Субтитры подогнал «Симон»